Как делаются традиционные мультфильмы? Пририсовывается покадрово все действия, снимаются отдельные кадры на кинокамеру и потом воспроизводится подряд меняем рисунки. Попробуем сымитировать в рисунках google я нарисовал человечка с мячиком и рисунок первый сохраним в формате скачать как в формате jpeg. Давайте png. В microsoft windows есть специальная программа которая называется киностудия windows live добавим сюда нашу фотографию она у нас называется новая новый рисунок открыть открыл вставил вставил правда в темном формате давайте попробуем сохранить в формате jpeg и сюда вставить это у нас будет новый рисунок jpeg это лучше удаляем значит png и будем вставлять в таком формате фазы действия поднимает человек мячик повыше снимаем этот кадр потом резко убирают руку так то мячик даже не успевает среагировать сохраняем и мячик начинает падать за первую секунду проходит за первый интервал времени проходит маленькое расстояние потом расстояние побольше все тела вблизи поверхности земли падают ускорением скорость их все время возрастает и потом мяч подскакивает сначала с большой скоростью а потом со скоростью поменьше и и после этого откатывается в сторону на рисунок 1 11 открыться она всех сгружает или попробуйте их выделить все видно что пробегает у нас по всем нашим кадрам не говорим не получается фильм теперь рассмотрим те же самые операции с использованием программы векторной анимации аниматром отличие от киностудии windows live загрузим рисунок сделанный в google рисунках и свой джим векторном виде мы этот векторный рисунок можем редактировать здесь используем векторный характер руку человека сделаем так чтобы она могла вращаться вокруг шарнира находящегося в этой точке этому переставили точку регистрации руки на этом собственно модификация наша заканчивается теперь мы ставим время на ленте времени снизу на одну десятую секунду за одну десятую секунду человек у нас руку убирает мячик за это время будем считать что у нас чуть-чуть сдвинулся теперь за пол секунды мячик падает на землю и потом за две секунды за оставшиеся полтора секунды до двух откатывается на какое-то расстояние и конец сцены здесь ставим на три секунды еще раз зайдем в начальный момент времени на руку переносили поэтому она переносилась немножко сюда 0,01 секунды у нас рука убралась 0,05 секунды мячик упал 2 секунды мячик откатился если мы теперь войдем внутрь то мы увидим промежутки времени соответствующие давайте здесь попробуем две секунды здесь у нас как-то не отложились две секунды вот . появилась . соответствующие новом местоположении мяча который называется как раз keyframe это у нас конечный ключевой кадр это у нас промежуточный ключевой кадр когда мячик коснулся земли это у нас еще один то есть у нас весь мультик будет стоять раз два три четыре четыре ключевых кадра который называется keyframe и для каждого keyframe мы можем задать характер движения если мы для мячик будет двигаться основной мячик у нас поэтому здесь на перемещение мячика во время того как человек убегает руку мы не будем обращать внимание а когда он начнет падать мы нажмем правую кнопку мыши и выберем опцию выбрать сглаживание и сглаживание по квадратичному закону называется здесь второе оно слева квад и его выберем мячик будет падать ускоренно вернемся до двух секунд длинный интервал времени twin сделаем то же самое выберем set ising квад но здесь у нас должен не ускоряться мячик а наоборот замедляться поэтому нажмем точечку клеточки out и вернемся обратно вернемся к нашей сцене и теперь наш мультик проигранный сначала будет выглядеть так мячик падает и откатывается падает и откатывается вот отличие технологии animatron html5 анимации от покадровой